Привет всем! Тема этого видео обувь. Детской обуви нам, слава богу, досталось достаточно много и в наследство, и мы уже сами покупали, поэтому уже накопился такой опыт. Степа у нас поздно достаточно пошел, но мы, именно уже сам, но в ботиночках он уже ходит с годика. То есть в ботиночках, ну просто до годика у нас были всякие пинетки, и до года он не собирался ходить сам. Первые ботиночки, которые у нас появились, это был девятнадцатый размер, а семнадцатый размер, у него вообще маленькая ножка. Мы еле их нашли, семнадцатый размер купили в детском мире, они нам отслужили вообще суперски. Несмотря на то, что здесь открытый носочек, к ним никаких нареканий, он нигде там не задирал эти пальчики, ну опять же, детки все по-разному начинают ходить. Что здесь мне еще понравилось, что, ну регулируемая, если пухленькая ножка или худенькая ножка, пяточка, ну как это называется, зафиксирована. Это компания Скороход, насколько я знаю, это питерская компания, прям вот всем рекомендую эту фирму, никаких нареканий к ним нету, очень все качественно сделано, ничего не разводилось, никакого там подстороннего запаха клея и так далее, все очень аккуратно и очень красиво. Турецкие, мини-мен называется, китшуз, босоножечки, они, конечно, очень крутого вида, они такие с протекторами, они, у них прям такое вот внутри стелька такая и жесткая, и, ну, соответственно, конечно, как вся эта обувь ортопедическая, но у нас какая была проблемка? У Степы, мне кажется, достаточно пухленькие ножки, и сзади вот этот задник, вот эта пяточка, к нему врезалась прям в ножку, у него были красные следы, соответственно, ну, хотя сейчас вот как раз, может быть, мы сейчас померяем, ну, более-менее как-то еще можно будет носить или как-то разносить, но первоначально, когда мы их пытались померить, мне было жалко ножку, и, к сожалению, они, наверное, нам не пригодились. Но мы сейчас еще разочек посмотрим, может быть, сейчас и ножка выросла, и так врезаться не будет, посмотрим, их протестируем. По качеству тоже очень суперские, ничего не могу сказать, к этому придраться вообще, грех придраться к этому. Вот здесь все на кнопочках, тоже на липучке, открытый тоже носик, но для меня я не вижу в этом проблемы, тем более в домашних условиях это ничего страшного. Первые ботиночки у нас были вот эти, 645 рублей всего лишь стоили, третий размер, я их покупала в Кансе, точно в Кансе, в Меге у нас. Он их вообще относил, он аж чуть ли не до дыр протер. Вот такие вот ботиночки, очень красивые, да, сынок, помнишь ботиночки твои? Они нам очень классно, они подходили и под джинсы, вот такие, сникерсы еще их называют. Они подходили нам и под джинсики, и под белую одежду, и под черную, и под синюю. Ну, в общем, для мальчика, мне кажется, это такой идеальный вариант, если у вас малыш еще сам сильно не ходит, но его уже можно поставить на ножки или просто в колясочке повозить в торговом центре там где-то. Итак, у нас следующие, которые нам передались по наследству, сейчас, сынок, да, я покажу. Это всем известная очень классная фирма ЭКО. Мы до них еще не доросли, но подружкам я рассказывала, что они от них в восторге. Тут мягчайшая кожа, закрытый нос, соответственно, ну, и, конечно же, ортопедическая стелька. Они очень удобные, очень мягкие, что самое главное, вот, в отличие от тех турецких, здесь очень мягкая, мягкий задничек вот этот язычок. Поэтому я думаю, что Степа скоро до них дорастет, и мы их тоже еще поносим, потому что, судя по их виду, их очень хорошо носили и очень много. Но они совершенно в нормальном виде, ни в каком не потрепанном, поэтому мы с удовольствием их тоже продолжим носить. И потом еще и кому-нибудь тоже передадим по наследству. Сейчас у нас прям идеально четко 19 размер ножки. Это фирма Котофей, по-моему, они тоже питерцы. Серенькие вот такие босоножечки, тоже мне очень нравятся, тоже закрытый мысочек вот, здесь ничего ему не, ну, если он падает, то пальчик не ударяет, не перещемляет. Ножка в них не потеет, кожаная, мягкая тоже вот эта очень мягкая вставочка задничек. Ну, не сильно фиксирует на пятку, но сейчас она нам, ну, вот сама внутри пятка очень жесткая, она как и у всех. Но вот здесь вот все вот прогибается, очень удобно, то есть он, если падает на колени, там, и начинает ползти куда-то, ему ничего не жмет, он может сесть на корточки, может подогнуть ножки как угодно. Поэтому из этих босоножек он вообще не вылезает, мы даже берем с собой, если мы куда-то едем в гости, так что он совершенно спокойный, с теплой обувью его переодеваю, он носит вот такие вот ботиночки. И осенние наши ботиночки, я их, по-моему, им тоже где-то хвасталась в каком-то из видео, это ботиночки Риэма, 20 размер, они нам очень нравятся, но в них единственный такой есть момент, ножки немножко потеют. Понятно, что они осенние и они должны быть полностью закрыты и водонепроницаемые. У них внутренность вот такая вот мягкая, ортопедическая вставка, стелечка там ортопедическая внутри. Язычок, очень мне нравится, что застежки очень легкие на липучках, то есть быстро это все делается, никаких... Вы видели, что сейчас все пойдет. Он сел в коробку из-под зимнего, как котенок. Вот, потом удобная подошва, то есть никаких к ним нареканий, кроме того, что немножко потеют ножки иногда у нас, никаких нет. Чуть не забыла вам рассказать про то, что у нас новые сапожки. Вот такие вот замечательные сапожки от Adidas. У нас, я уже показывала в предыдущем влоге, что и хвасталась и дешевизной, и вроде как качеством этих сапожек. Сейчас я немножко разочарована. Это фирма DeMar Kids. Это польские сапожки. Что мне уже после носки теперь не очень нравится. Во-первых, то, что у них никаких застежек нет. Первоначально, сейчас они уже как-то так подострепались, подоизносились, опять же, слишком рано они подострепались. Он уже нормально ножку всовывает туда, а сначала это была какая-то беда. Пятка вот здесь вот застревает, и, ну, я боюсь ему просто больно сделать. Я его ставлю, у него нога подворачивается. Ну, в общем, какая-то, ну, не очень было нам удобно. Видимо, может быть, у него подъем просто недостаточно. Здесь узкое вот это вот место. Так что, если у вас пухленький малыш, и в интернет-магазине вы будете покупать, то я вам не рекомендую, потому что он у меня не пухленький, и то еле-еле вот туда влезала вот эта ножка. И у него еще маленький размер ноги. И, что самое главное, у него мерзнут ножки. Но мне подружка сказала, что, скорее всего, нужно пододеть просто термоносочки. Но меня тоже это не устраивает. Почему я должна пододевать термоносочки, если, ну, такого плана сапоги должны... Ну, плюс 4 градуса было на улице. Осенние мы уже не носим, потому что это холодно. Точнее, было на улице где-то плюс 2-3 градуса. Это, соответственно, я считаю, что уже, ну, ребенку уж точно надо одевать уже зимний какой-то зимний обувь. Осенние у нас, ну, в общем, другие ботиночки ремовские. В них у него мерзнут ножки, а в помещениях потеют. Но это тема другого отдельного видео. В общем, не очень я ими довольна. Конечно, на сейчас погоду пока еще там сильных холодов нету. Мы их носим. Но на более холодную погоду до минус 45. Вдумайтесь вообще, как можно, ребенка, даже, в принципе, подумать о такой температуре. Но эти сапожки до минус 45. Тут резиновая классная с протекторами подошва. Они, конечно, не дешевые. Они стоили, по-моему, 4 тысячи или 5. 5. 4 900 с чем-то тысяч. Но они стоят того. Мы взяли 22 размер. Ну, у него сейчас 20 от силы. Поэтому я думаю, что нам до конца зимы точно хватит. У них очень плохо, по сравнению вот с этими и вообще вот аналогами, да, вот я так понимаю теперь, чем вот отличия. Вы видите, вот они были какие набивные, такие прям красивые. А сейчас я понимаю, что это, ну вот, уже вот торчат нитки. Хотя он еще, ну, месяца их не носит. А уже вот такая проблема. Поэтому на таких вещах тоже экономить очень субъективно, да. Ну, понятно, что можно и двое сапожев за зиму купить. Но лучше купить. И в крайнем случае я потом их продам на Авито или какой-нибудь подружке или отдам кому-то. Ну, то есть это все-таки Адидас, это качество. И я надеюсь, они, естественно, непромокаемые. У них здесь есть шнуровка. У них есть подошва нескользящая с протекторами. Не надо, сыночек, туда. Вот. Здесь что написано? Ну, что они сохраняют тепло. Сейчас. Сохраняют тепло без увеличения объема. Отталкивают влагу, пропускают воздух. Мало весят. На 90% состоят переработанного материала износостойкий. Короче, посмотрим, что это за суперсапоги. Пока мы еще их не одевали. Они, потому что до минус 45. Я думаю, что он сейчас у них просто запарится в такую еще жару. Там еще были дутики, они полегче. То есть как раз вот на сейчас такую погоду. Конечно, обувь разная и каждому свое. У всех разный подъем, разная полнота ноги. У кого-то там склонность к плоскостопию, у кого-то еще что-то. Как и у взрослых, как и у детей. Поэтому я просто, моя рекомендация вам не покупать обувь ребенку в интернет-магазине. Потому что вот бывают где-то жесткая пятка, где-то еще что-то. Ну и, честно говоря, у всех разные размеры, как и вот во взрослой обуви. У меня, например, у самой от 36 до 38 размера иногда. Поэтому здесь покупать обувь в интернете негуманно. Ну или если у вас есть возможность ее потом отдать кому-то, продать, перепродать, то пожалуйста. Вот, я поделилась нашей коллекцией шузо. Спасибо вам большое, что меня смотрели. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Если вам интересно, оставайтесь на канале. Еще будет очень много всего интересного. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok